Здравствуйте дорогие друзья, с вами Вадим Ющенко и вы на YouTube канале ProTech и сегодня мы поговорим про iPad Air четвертого поколения 2020 года, который занял нишу ровно посередине между бюджетным iPad 2020 года и iPad Pro также 2020 года. На оба эти устройства есть обзоры на нашем канале. И единственным девайсом из сегмента планшетов от компании Apple, который я бы не рекомендовал приобретать, это iPad mini 5. Суть в том, что это единственное устройство, которое компания Apple не обновила. И ввиду того, что мы не знаем, когда будет выход этого планшета, обновление, ведь теперь нет четкого графика выхода новых устройств, как с теми же айфонами, которые всегда зарелизируются, выход которых всегда намечен на сентябрь, то сегодня вы можете купить iPad mini 5 2019 года, а завтра вполне себе компания Apple может выпустить новую модель, за эти же деньги. И вот тогда будет обидно. Стоит iPad Air четвертого поколения 56 тысяч российских рублей или около 600 долларов. Эта версия на 64 гигабайта. Кстати, это первый недостаток этого планшета. Ввиду того, что для мультимедийного устройства 64 гига это на момент 2020 уже практически 2021 года маловато. А вот версию на 256 гигов, это вторая и последняя модификация этого планшета, уже нет смысла приобретать. Ввиду того, что за эти деньги 70 тысяч российских рублей уже можно приобрести 11 дюймовый iPad Pro 2020 года на 128 гигабайт. И вообще весь этот обзор будет построен на сравнении с iPad Pro 2020 года. Ведь именно Air четвертого поколения является его главным конкурентом и он однозначно подкосит его продажи. С LTE или без, ну то есть целлуар или не целлуар модель, люди очень часто задаются этим вопросом. Из преимуществ цена и отсутствие антенн в виде полос на корпусе. Из недостатков нет полноценного GPS модуля, то есть вы не сможете использовать планшет в качестве автономного навигатора, нет поддержки физической сим-карты, но эта проблема частично решается тем, что у каждого из нас есть смартфон, который умеет раздавать интернет и отсутствует поддержка eSIM. А благодаря eSIM и приложению eSIM вы всегда будете на связи без замены сим-карты или поиска сети Wi-Fi. Список поддерживаемых устройств на экране, но приложение eSIM это автоматически проверяет. Перед отлетом или если вы уже в месте своего назначения, вы всегда сможете подключить интернет. И все максимально просто. Выбирайте одну из 120 стран и тариф, который вам необходим. Оплачивайте, сканируйте QR код, который вам пришел и все, и интернет в вашем распоряжении. Быстро и удобно. По прилету не нужно заморачиваться с физическими симками. По нашему промокоду вы получаете скидку на 30% на покупку любого пакета. И даже если сейчас вы никуда не едете, рекомендую запастись интернетом на будущее. Ведь покупая со скидкой сейчас вы можете воспользоваться интернетом в течении 365 дней. В приложении есть опция активировать позже и это очень удобно. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR код. Ведь такие скидки долго длиться не будут. И наконец-то свежий дизайн для тех кто не хочет приобретать топовый планшет iPad Pro. Дизайн который в частности разрабатывается на долгие годы вперед, ведь все предыдущие поколения планшетов до iPad Air они имели тот дизайн который вышел еще в бородатые времена, когда у меня был первый планшет iPad 2. И вот сейчас мы получили новое веяние, такое же как в самых актуальных iPad Pro, а также в новом iPhone 12 и 12 Pro. Что мы получили? Острые грани и скругленные углы, все стилистики iPad Pro и линейки iPhone 12. Этот дизайн будет актуален еще годы. Реально тонкий корпус. В основном планшеты носятся в защитных аксессуарах, а именно поэтому итоговая толщина растет. Так что тонкий корпус и я лично считаю больше преимущества чем недостатком. Да, если использовать его без чехла, то из-за выпирающей камеры, когда вы будете его использовать на ровных поверхностях и продавливать, реально корпус немножечко изгибается. Если приложить его к ровной поверхности, например стола, вы сможете заметить небольшое отклонение, как у меня было в iPad Pro 2018 года, с которым я провел больше практически 2 года. Но на практике это никаким образом не влияет на использование планшета, и если вот в такие мелочи не вдаваться и вот так вот не смотреть, то на повседневе вы никогда не сможете ощутить этого небольшого искривления. Тем более зачастую, опять же повторюсь, планшеты практически всегда носят в защитных аксессуарах. И в таком случае такого недостатка уже не будет, ввиду того, что камера будет уже в рове, а не выпирать. Габариты и вес по сравнению с 11 20 дюймовая прошка 2020 года практически идентичны. Три новых цвета. Розовый, зеленый и голубой. Однозначно приятно, но мне кажется люди так особо не запариваются по выбору цвета для планшета, как они это делают для смартфонов. Но в любом случае сходите в шоурум и посмотрите цвета вживую, потому что небесный голубой это не тот синий, который используется в айфоне, или зеленый он такой более блеклый и пастельный, а не вот прям зеленый-зеленый. У меня вот голубое небо, но выглядит оно как уход мокрого асфальта в нежно-синий. 3.5 мм аудиоджека в этом планшете уже нет, мне кажется эта штука для планшетов и ноутбуков еще более чем актуальна, в отличии от смартфонов. На корпусе нового Air нашлось место и для смарт-коннектор. А это означает, что совместимые аксессуары такие как Magic Keyboard с изменяемым углом, пластиковыми клавишами с подсветкой, а также Smart Keyboard Folio от iPad Pro 2020 года на 11 дюймов подходит и для iPad Air 4-го поколения. Единственное объектив основной камеры Air будет теряться в огромном отверстии под квадратный блок камер iPad Pro 2020 года. Корпус iPad Air к ним примагничивается, аксессуары питаются через смарт-коннектор, а сам по себе планшет разряжается незначительно. Наконец-то появилась еще одна модель с USB-C на борту. И вот что это даст вам как простому пользователю. Ну, во-первых, это универсальные аксессуары, которые используются за пределами экосистемы Apple. Во-вторых, можно подключать 4К и 5К мониторы, а также другие аксессуары вроде камеры через USB-C интерфейс. И в-третьих, это скорость до 5 Гбит в секунду. И разумеется я сравнил скорость на практике, передавая одинаковые файлы с двух разных адаптеров. Один на USB-C, а один на Lightning. Разность по скорости есть и USB-C действительно решает. И что самое интересное, скорость передачи данных через Lightning интерфейс на iPad 2017 года ниже, чем на iPhone 12. О как. А еще благодаря USB-C вы сможете заряжать iPhone. У них-то в комплекте адаптера уже нет и даже Apple Watch. Правда придется городить вот такую схему. А все почему? Правильно, потому что у Apple есть и Lightning, и USB-C, и USB-A, и Thunderbolt 3. Прекраснейший интерфейс, но нет единообразия, нет какого-то стандарта. И это дико бесит. И это еще есть куча проводов, у которых на концах совершенно разные интерфейсы. Лучше бы сделали один USB-C на USB-C. И он тут использовался везде. И в зарядных адаптерах, и в планшетах, и в ноутбуках, и в смартфонах. И вот тогда было бы счастье. Добавили поддержку Apple Pencil второго поколения, который примагничивается и заряжается от iPad. И это мега удобно, в отличии от, ну вот вы мне скажите, это разве нормально? И что самое интересное, в чехле от UAC Apple Pencil вообще не вставляется до конца, и не заряжается, и не синхронизируется. Понятное дело, что Apple в этом не виновата, но магнитный Apple Pencil рулит. Он кстати еще матовый и лучше лежит в руке, чем глянцевый. Наконец появился полна ценный стерео звук. За пределами линейки iPad Pro компания Apple всегда использовала два динамика и расположены они были с одной стороны, то есть по факту, когда вы смотрели фильм в альбомной ориентации, звук шел в одну из сторон и получалось моно, а не полноценное стерео. Но после выхода iPad Air 4 все изменилось. Правда многие задались вопросом, почему решетки динамиков 4 в новом iPad Air, а на официальном сайте написано, что динамика 2 и не стерео. На верхней грани левая решетка прикрывает динамик. Правая, та которая рядом с Touch ID, прикрывает микрофон. В ней даже отверстие меньше. На нижнем торце две решетки и из обоих выходит звук, но уже потише. Получается один нижний динамик отрабатывает сразу на две решетки. Это в теории, но как на практике я не знаю, до сих пор нет ни одной разборки чтобы посмотреть как это конструктивно реализовано, потому что Apple обычно очень сильно заморачивается по звуку в своих устройствах, в том числе и планшетах. Что по громкости и качеству. Звук в iPad Pro действительно громче, но не настолько сильно, как об этом пишут в сети по сравнению с Air. Да, он глубже и детализированнее, а это однозначно. Все-таки прошка это эталонное по звучанию устройства в мире планшетов. Ну, четыре динамика делают свое дело. В Air четвертого поколения звук немножечко тише и он такой более плоский. Он звучит практически так же как во всех других iPad не из линейки Pro, но уже конечно стерео. И да, оцените качество записи звука на встроенные микрофоны. В iPad Pro аж пять микрофонов и как пишет компания Apple, они студийного качества. В то время как в Air используются обычные сдвоенные микрофоны. Мне кажется, что для креаторов, которые периодически работают в поле, это будет важно. iPad Air четвертого поколения не получил Face ID как на iPad Pro. Face ID в планшетах это мегал крутая штука, потому что она распознает лицо вне зависимости от того, как ты удерживаешь планшет и ты попросту забываешь, где у планшета вверх, вниз и какая из сторон. И этого очень сильно не хватает в iPhone, потому что там его необходимо держать только вертикально. И часто в процессе эксплуатации приходит вот так вот этот iPhone вращать. Но зато Air получил новый Touch ID, расположенный в кнопке питания. Кнопка с глянцевым пластиком имеет площадь почти в два раза больше, чем в Pro. При первой настройке система попросит сканы пальцев с двух рук. Разблокировка происходит быстро и неважно под каким углом вы подносите палец. Ошибается сканер редко. Редко это когда заюзаете планшет недельку. По началу да, он ошибается довольно часто, но потом машина обучения делает свое дело и биометрические данные вводятся намного быстрее и распознается тоже все быстрее. Старые лайфхаки, которые были в Touch ID на iPhone работают. Можно добавить несколько отпечатков пальцев одного и того же пальца и все будет здорово. Единственное, приходится запоминать какая ориентация у планшета и где находится кнопка. Вот от этого никуда не денешься, здесь нет Face ID. Ну правда планшет сам по себе подсказывает, что вот тут кнопка питания, нажми сюда. В нашем инстаграме спрашивали про ложное нажатие. Теперь на эту кнопку завязана и блокировка, и вызов в Siri по долгому удержанию, и сканированных телоскопических данных. Меня это лично особо дискомфорта не вызывает ввиду того, что я был владельцем огромного количества iPhone с Touch ID, как нужно просто прикасаться к кнопке для того, чтобы произошло считывание. Да, на первых порах бывает, что ты блокируешь устройство вместо того, чтобы распознать палец, но потом привыкаешь и никакого дискомфорта не ощущаешь. Ну и конечно самое приятное. Современная лицевая панель с дизайном как у прошки. Царапается защитное стекло также легко, вне зависимости от того, используете вы оригинальные либо неоригинальные аксессуары, так что если вы паритесь по этому вопросу, то приобретайте дополнительную защиту в виде стекла или пленок. Рамки стали толще, на 1 мм. Матрица iPad Air предельно схожа 100 петров используется в iPad Pro, то есть здесь такое же соотношение сторон 4 к 3, есть поддержка True Tone и широкого цветового охвата P3 и яркость 500 нит, она на 20% меньше, менее яркая чем в iPad Pro, но в повседневной эксплуатации этого не замечаешь. Но самое главное, это практически второй и наверное больше нет особо недостатков по сравнению с iPad Pro. В этом планшете нет поддержки ProMotion, то есть обновление дисплея с частотой 120 Гц и те люди, которые юзают iPad Pro это ощущают. Интерфейс работает не настолько супер плавно и реагирует также на касание не так круто, как iPad Pro 2020 года. Да, сама по себе iOS она нивелирует этот недостаток частично, но 120 Гц в прошке это очень крутая штука и жаль, что в Air ее нет. И спрашиваю в комментариях по поводу поддержки ютубом 4К. Да, оно есть. В параметрах на iOS 14 появилась опция 2160p. В Air 2020 используется 6 ядерный процессор Apple A14 уже 8 ядерный процессор, правда там частота немножечко ниже. Apple A12 это говорит о том, что прошка себя будет лучше, скажу это на практике. К слову в iPad Pro 2018 везде используется 4 гигабайт оперативной памяти, кроме модели на 1 терабайт. Там 6 гигабайт оперативки. Но в повседневной эксплуатации разницы между 4 и 6 гигабайтами именно на планшетах я лично не заметил. И практические тесты в интернете тоже об этом говорят. Не заметил, так как заметил в iPhone 12. Вот там приложений в оперативке загружается больше чем в том же iPhone 11 либо iPhone 11 Pro Max. Первый практический и жизненный тест экспорт минутного 4К 30 кадров в видео из галереи в телеграм. Нужно посмотреть скорость компрессии. Разница получилась в 4 секунды. Победил iPad Pro 2020 года. Второй тест сборка небольшого видео из 4К исходников LumaFusion. Проблемы затыков нет на обоих планшетах. Все работает плавно. Замерил скорость экспорта. Разница на полутораминутный ролик получилась тоже незначительная. 6 секунд в пользу прошки 2020 года. По играм. Играл в Shadowgun Legends, Call of Duty Mobile и Genshin Impact. Так как у меня стоит тестовая прошивка, то к сожалению счетчик FPS я не смог прикрутить. Так что рассказываю свои ощущения. С Shadowgun Legends и Call of Duty Mobile никаких проблем нет. Все на максимально возможных настройках без намека на подлагивание. И что самое интересное. На максимальных настройках и при 60 кадрах в Genshin Impact тоже нет никаких проблем. Почему странно? Спросите вы. Все дело в том, что на iPhone 12 и 12 Pro эта игра периодически подлагивала. Причем с очень сильными просадками. А тут все идеально. Все еще есть шанс, что это не идеальная оптимизация, потому что нагрев на iPhone 12 и 12 Pro не сказал бы что сильно высокий. В общем поговорим об этом в опыте использования смартфонов через месяц. У iPad Air четвертого поколения небольшой нагрев идет по большой стороне под камеры. В идеале держаться за холодную противоположную часть, как я это делаю в ролике. Но в таком случае руками перекрывается два динамика из трех. Конечно не полностью, решетка все таки широкая. Но даже если держаться за теплую часть во время игры дискомфорт от этого не получаешь. По автономности емкость аккумуляторов между iPad Pro и iPad Air четвертого поколения примерно идентичная, но вот в практическом тесте когда я просматриваю YouTube по домашней сети Wi-Fi с 60% яркостью и с 60% громкостью iPad Air показал себя как менее автономное устройство чем прошка. 9,5 часов работы в таком вот лайтовом режиме. В нагруженном режиме этот планшет, то есть в повседневной работе, то есть серфинг в сети, может быть какие-то игры, этот планшет сможет проработать от 6 до 8 часов. Неплохой, но не рекордный показатель. По фотографии в дневных условиях планшет отрабатывает одинаково. Пересмотрел кучу снимков и единственное что я заметил на некоторых фотках полученных в Air в тенях чуть больше шума, но это на уровне пиксель хантинга. Самое главное, фотографии для документов получаются одинаковыми. Качество фото на основную камеру для планшетов неплохое. Фронтальная камера здесь FaceTime HD на 7 мегапикселей, можно записывать видео в Full HD, то есть 1080p до 60 кадров в секунду. Здесь нет анимоджи, а также портретного режима для фотографий на фронтальную камеру. Фронталки фотографируют абсолютно идентично, какой-либо разницы между фотографиями я не заметил. И еще в iPad 4-го поколения нет вспышки, а значит и самой главной опции – фонарика. Ведь ее для этого используют. В комплекте с iPad идет 20-ваттный блок зарядки и кабель. Наушников традиционно нет, ровно как и никогда их не было. И в комплекте идет два яблока. Где использовать я рассказывал в обзоре iPhone 12. Какие конкуренты есть у iPad Air 4-го поколения? Ну, во-первых, это линейка iPad. Понятное дело, что за эти же деньги вы ничего не купите, но если доплатить 100$ можно купить iPad Pro 2018, там есть преимуществ 4 динамика, а также Display Pro Motion. И еще можно рассмотреть iPad Pro 2020 года. Там еще в довесок к вот этим двум преимуществам можно добавить 128-гигабайт накопитель. Но не забывайте, что разница в дополнительные 180$ может быть потрачена на аксессуары, которые вам все равно придется приобретать. Из мира Android вы можете рассмотреть в покупке Galaxy Tab S7, я его лично не тестировал и ничего не могу сказать по этому планшету, а также Huawei Mate Pad Pro. Но там нет Google сервисов официальной поддержки и это на самом деле геморрой. И я еще столкнулся с тем, что когда ты меняешь пароль от учетной записи, если вы взломали и установили Google сервисы, то они отваливаются и придется заново все накатывать. А так как пароли рекомендуется менять раз в 3 месяца, то это вот прям еще больше геморрой. Увы, Huawei. Резюмируя, хочу сказать, что Apple очень хорошо поработала над iPad Air 4. Теперь это очень сбалансированное устройство с новым дизайном, отсутствием кнопки Touch ID на лицевой панели, в кнопке питания это очень классное решение. Давно пора было сделать, а может быть даже и в iPhone пора это сделать. Это USB-C интерфейс и это полноценная стереопара, то есть отличный звук. Два недостатка, которые я отметил за течение этого обзора, это 64 гигабайта памяти в стоке и этого маловато, а также отсутствие обновления экрана в 120 герц, то есть технологии ProMotion. Ну вот это конечно тоже хотелось бы видеть, но, извините, есть линейка Pro. Какой планшет вы бы выбрали, обязательно пишите об этом в комментариях и аргументируйте свою точку зрения. На этом все, увидимся в следующих видеороликах. Пока-пока.